18 января 1943 года прорвана блокада Ленинграда. Полностью её сняли лишь год спустя. Но первый и важный шаг на пути освобождения города был сделан. К началу блокады в Ленинграде имелись лишь недостаточные по объёму запасы продовольствия и топлива. Январь и начало февраля 1942 года стали самыми страшными и критическими месяцами блокады. Об этом и многом другом рассказали воспитанники и педагоги Центра внешкольной работы ребятам нашего города. В Клубе здоровья прошла всероссийская акция «Блокадный хлеб». Акция здесь проводится не первый год. Она у нас находится в календаре и ежегодно мы проводим её в рамках посвященной освобождению Ленинграда от блокады. Потому что множество таких памятных дат существует в истории нашей страны, которые нужно отмечать постоянно и повсеместно. Ибо это сохранение исторической памяти, что сейчас наиболее необходимо. На акции ребятам рассказали историю блокадного Ленинграда, показали мальчишкам и девчонкам форму красноармейцев, а также продемонстрировали автоматы. Но основной упор сделали на блокадный хлеб. Мы подготовили, даже нарезали эти два куска, один 125 грамм и другой 250 грамм, и показали детям, что именно вот эти маленькие кусочки – это всё, что было на один. Всё, что было на один. Вот я видел их глазёнки, они смотрели так, вытрощив глаза. В общем-то, было удивление некоторое. После того, как ребятам рассказали историю о блокадном Ленинграде, их пригласили на кинопросмотр, где дети блокадного Ленинграда рассказывали свои истории жизни в годы войны. Я сегодня узнал, что про страну узнал, про прошлое своей страны. Это мы живём сейчас хорошо, а там они от холода, голода умирали, старались их там, там, вручали. Все друг другу помогали. Все даже толком не успели пожить. Я узнал, что давали рабочим 250 грамм, а не рабочим 125 грамм хлеба. То, что блокаду Ленинграда нельзя было прорвать. К моменту прорыва блокады в городе оставалось не более 800 тысяч человек гражданского населения. 27 января 1944 года блокада была полностью снята. За эти годы погибло, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек. Только 3% из них погибли от бомбёжек и артобстрелов. Остальные 97% умерли от голода. Это лишь малая часть той огромной цены, которую заплатили наши предки за великую победу. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.